Всем привет, это Сафир, это вторая часть прохождения спидрана за гноле некромата Вперед смотреть Это... ну не то, что запись, это... Я просто напомню, что я вначале записывал видео, и потом сейчас я поверх него просто смотрю его и комментирую по сути То есть это запись записи Наверное, это на качестве видео будет как-то сказываться, но... Я не знаю, мне лениво разбираться, как это можно сделать за разумное время Ну то есть, наверное, как-то можно было обрабатывать видео, но это сложно, долго, и мне тупо лень Короче, на чем я остановился? Остановился я то, что 3,5 тысячи ходов добыл первую руну из болота Теперь мне нужно искать вторую ветку с руной Для этого я активирую свиток Magic Mapping, чтобы не тратить ходы на поиск логова Мне не везет, и я понимаю, что ни на третьем, ни на четвертом этаже этого логова нет Значит, мне нужно на второй этаж идти У меня есть еще чашечка кофе Я надеюсь, мне хватит ее на 2 часа Я просто заранее знаю, что видео будет примерно 2 часа идти Ну здесь просто выбираю, как мне быстрее всего добраться теперь до второго этажа Потому что получается, логово пауков или змеи, оно где-то там В принципе, в плане скорости прохождения, наверное, не важно, какой из этих логов мне встретится Эта ветка зачищается довольно несложно У меня, в принципе, есть уже все необходимое для того, чтобы эта зачистка была простой, комфортной и быстрой Ну, может быть, кроме амулета регенерации маны Поднимаю всякие тут свитки, которые на дороге валяются Даже золото поднимаю Ну, говорю, к золотам у меня довольно такое сложное отношение Если немного ходов, обычно поднимаю Если хотя бы больше пару ходов за золотом идти, скорее всего, нет Ладно, добрался я до второго этажа И у меня есть еще один свиток Magic Mapping Мне жалко его тратить Вначале можно попытаться просто найти логово Просто исследуя этаж В конце концов, этаж один И должно быть не так сложно найти эту ветку Собираю толпу побольше для того, чтобы более эффективно ходы тратить За один каст BVC можно спокойно и четверых убить Поэтому нет смысла Бить, во-первых, в рукопашную Несмотря на то, что у меня довольно сильная и мощная атака Но в любом случае за одну рукопашную атаку Сразу двух животных я не убью А вот за один каст BVC можно убить и двоих, и троих Поэтому из соображений экономия ходов Выгоднее просто бегать вокруг монстров И ждать, когда эти монстры умрут от BVC Ну, в общем, пока нет никаких намеков Ни на одну из оставшихся веток Нет ни наг, нет ни пауков Поэтому, ну, типа, продолжаю поиски Эти деревья тоже ни на что не указывают Тут я понимаю, что крысы тоже не являются входом ни в одну из веток Это просто такой мини-волт Но он, по крайней мере, не имеет отношения никакого к рудне Поэтому нужно дальше бежать Ну и тут у меня уже, короче, не выдерживают нервы Я зачистил почти весь этаж Теперь шарится по каждому углу в поисках входа в логово То есть уже очевидно, что у логово охраны нифига нет И, ну, короче, не повезло То есть уже видно, что начало второй части Оно невезучее Ну, это просто говорит о том, что есть еще довольно большой простор Для того, чтобы оптимизировать это прохождение Оказалось, что логово прям совсем рядом Я буквально одной клеточки до него не дошел Прям вот миллиметров Почему эту паутину не было видно, тоже непонятно Если бы здесь была бы, ну, то есть Ну, бывает И тем не менее, ворвался в логово Естественно, первые три этажа тактика простая Вижу лестницу, бегу на лестницу Никакого его исследования, конечно же, здесь мне вообще не нужно Амулет, естественно, надо все проверять Нету свиток А есть свиток идентификации, можно его опознать И это амулет магической регенерации Шикарная находка Лучше поздно, чем никогда Понятное дело, что считать После получения первой руны во второй ветке То, что ты находишь амулет магической регенерации Считать это большим везением, наверное, все-таки нельзя Этот амулет можно спокойно найти на первом этаже подземелья В самом начале игры И вот тогда это действительно везение Нахождение амулета там После получения первой руны Ну, это, ну, такое, короче Это, конечно, хорошо, но Короче, это нормально, будем считать Это будем считать умеренное, прям среднее Много знаковых вопросов есть Поэтому хочется, прежде чем идти на лестницу, проверить, что же там Но в итоге я почему-то не иду проверять Ну, ладно Экономлю входы В принципе, в ветке пауков Сложностей вообще никаких быть не должно Потому что Императоры, скорпионы Они, во-первых, умирают от милишной атаки Каменной статуи Которую я превращаюсь Ну, плюс BVC Это прям вообще для них разрыв будет Они, скорее всего, один на один проигрывают Так-то сражение Просто через атаку А если я еще дополнительно их буду Дамажить с помощью BVC Это просто их уничтожать будет Второй опасный монстр здесь есть Это невидимые мухи, которые ману высасывают Они, безусловно, опасные У меня нет возможности видеть невидимых юнитов Это сильно неприятно И тем не менее Они точно так же проигрывают Сражение в форме статуи Поэтому, если я буду заблаговременно Костану в форме статуи То я их убью Затем есть такая полукантра Это я могу самостоятельно невидимость использовать В то время, когда я нахожусь Под невидимостью Они не могут у меня ману высасывать Они меня не видят Поэтому это заклинание тоже их контрит Но поскольку я не могу их видеть То оно такое, ну, полуэффективное То есть, конечно, хорошо Но они меня все равно первыми заметят Поэтому, скорее всего, у меня ману всю высосут Поэтому вполне возможно, что я не смогу использовать это заклинание И тем не менее, лучше, чем ничего А может быть и смогу, кто знает Я понятия не имею, что за волн сейчас передо мной Я пытался найти его в десфайлах Поэтому, ну, у меня ничего не получилось Поэтому, если кто-то мне подскажет Как вот подобный волн искать в десфайлах Например, где он находится Ну, будет полезно Вроде бы я его пытался искать во float.des Там его нет Возможно, я не там искал Не знаю, возможно, нужно было его искать в ветке пауков В любом случае, короче, у меня не было ни малейшего понятия С чем я здесь имею дело Я выбрал вариант поисследовать Ну, потому что я суперкрутой и раскачанный И что вы мне сделаете Тем не менее, по факту Мое недостаточное знание игры Привело к тому, что здесь я ходов, наверное, сотню-то потеряю Это сражение было необязательное Оно лишнее И абсолютно То есть, никакого профита Просто потеря 100 ходов По сути Потому что этот волн, он не содержит лута Он не содержит лестницы Короче, время впустую Место для оптимизации Короче, если будет более опытный игрок играть Спокойно может показать результат лучше Посох огня мне не нужен Слишком слабо уже на данном этапе Вряд ли я его буду использовать Даже подбирать неохоту Можно идти дальше на третий этаж А изула Можно попробовать ножом убить через подкрадывание И это даже прокатило Довольно эффективно По ходам получается Один ход вниз Достать ножик Хотя как эффективно Ход вниз Достать ножик Ударить Убрать ножик Назад подняться Пять ходов Ну С другой стороны А он меня вообще-то убить мог Потому что у меня нет ни одного Кольца на защиту от магии Ни одного артефакта Нет на защиту от магии Поэтому Вполне возможно Что сон против меня Был бы Ну Довольно эффективен Нашел какую-то книжку Бесполезно Пятнадцатый уровень По-прежнему прокачка интеллекта У меня все еще есть Ну короче Кастовать Как можно большее количество заклинаний Для гнола Это очень важно Как вариант Можно еще силу качать Сила Это будет урон Для ближнего боя Но Все-таки Я стараюсь Избегать Ближнего боя Если есть какая-то возможность Потому что БВС более эффективна По ходам Чем рукопашная атака То есть Например Сейчас кастанул БВС сразу на шестерых Первый каст был То есть Я убил За два каста Сейчас Наверное Шесть-семь юнитов То есть Три юнита за ход Да никакая рукопашная атака Столько юнитов Не будет убивать Это Минимум нужно Там Чтобы шестерых убить Нужно шесть раз ударить И то Конечно же За один дарт Ты не будешь всех убивать Вот Поэтому Как бы Рукопашная атака Это все-таки Крайний способ То есть Это способ Когда По каким-то причинам Мана не работает Либо она закончилась Либо Противник настолько силен Что Нужно Прям Все варианты Использовать Но для Будничных Слабых монстров Просто БВС Я вижу еще один Неизвестный амулет Смысла уже проверять Что там нет Я нашел Самый лучший амулет Для спидранера Это регенерация маны Ну Для моего класса Если бы Это был Дипдворф То понятно Что ему Магия нафиг не нужна Четвертый этаж Логово пауков Ну в целом Более-менее Я довольно хорошо прокачан Поэтому чувствую себя здесь Ну Относительно безопасности И удачно Находится Сразу Волт с руной Близко от лестницы Каких-то секретных техник Здесь нет Нужно просто Всех поубивать Без разницы В какой сторону Идти здесь В любом случае Типа Огибаешь И потом В центральной комнате Руна находится В целом Это известный шаблон Я Ну то есть Заранее понятно Как Как выглядит Вот эта вот ветка И заранее понятно Что здесь Сильная финальная комната Но вроде бы Я готов Со слабыми пауками Вообще без проблем Разбираюсь Если бы я мог Видеть невидимых юнитов Было бы конечно Еще проще Наверное Это единственное Что мне не хватает Для того Чтобы прям Супер комфортно Зачищать И тем не менее Ну Вот сейчас Например У меня Сразу высосали мана Понятно Что это Могновенная Невидимость на себя Форма статуи Еще заканчивается Так Что я делаю Я продлил Форму статую Пытаюсь понять На какой клеточке Муха Вроде бы Она Снизу Бью Вроде бы Да Ты You hit something Баду на дамидж То есть Я правильно понял Где находится Муха Но Не задамажил Короче Объясняю Что сейчас Произошло Мне нужно Было бы Атаковать На клетку Которая Находится Справа Снизу От меня Если нажать Ctrl 3 Ну для того Чтобы Правый нижний угол Показать То у хрома Активируется Нажатие клавиш Которые переключают На соседнюю вкладку Тоже довольно Бесячая функция Из-за которой Сейчас я нажал Ctrl 3 И В итоге Ударил Куда-то там Короче На соседнюю вкладку Приключился Я You barely miss something То есть я правильно Атакую Но пока не везет Короче Что сейчас Произошло Что сейчас Произошло Объясняю Для того Чтобы У меня сейчас Тач появилась Вот видите Я понял Что я сделал Какую-то хрень Я просто Объясняю Как это происходит У меня Скорее всего На циферке Висит какой-то Макрос Типа Активирует Заклинание Какое-то Но я Играю Без включенного Намлока И когда я Без включенного Намлока Играю Все хорошо Я нажимаю Циферку 3 И это просто Двигается В правый нижний угол А сейчас Из-за того Что я нажал Намлок Для того Чтобы отключилось Короче Мне нужно нажать Ctrl 3 Для того Чтобы ударить П диагонали Но из-за того Что я включил Намлок Скорее всего Активировался Макрос И Нажалось Использование Confusing Touch Короче Тут Ладно В общем Я не Если коротко Я не хотел Использовать Confusing Touch Меня заставили Гребанный Эти Браузер Chrome И его Дурацкое переключение На вкладке На соседней По нажатию Ctrl Плюс Там Циферки 3 Например Короче Я немножко Слил Там Несколько Ходов Довольно Убогий Бой Получился Ну И тем не менее Ладно Бывает Наверное Нужно Невидимость Заранее Открывать Использовать Перед Открытием Комнаты Небольшой Косяк Я вижу Что там Есть Невидимый Юнит Поэтому Нужно Хотя бы Сейчас Невидимость Использовать Мисткаст 10% И тем не менее Именно Эти 10% Выпадают То есть Начинается Тот самый Момент Когда все Пошло Не так Здесь Идет Целая Сопочка Дальше Мне очень Сильно Не нравится Моя Игра Имолейшн Ну Скажем так Это Спорное Решение Оно Неплохое После Как бы Него Можно Нормально Жить Но Наверное Лучше Его было Было Использовать То есть Моя Задумка Была В том Чтобы Сгорела Это Муха Которая У меня Все Ману Высасывает Очень Очень Неудачно Что За Мою Заспину Блинкнулась Еще Одна Муха Это Вообще В мои Планы Не Входило Я Думал Они Будут Двое Спереди Стоять И Их Будут Как-то Убивать Короче Теперь Внезапно Все Стало Плохо И Все Рано Сейчас Есть Возможность Исправить Ситуацию Например Какой Здесь Оптимальный Был бы План Я Сейчас Подумываю О том Что Мне Все Нужно Отсюда Сваливать Потому Что Если Я Буду Их Убивать Меня Взрывы Очень Сильно Задамажат У меня Нет Сопротивления Огню Какая Здесь Правильная Была Игра Нужно Было Блинкнуться Вот На Эту Клеточку Вот Сюда Блинкнуться Вот Сюда Вот Ну Или Сюда Без Разницы Затем Открыть Дверь Пешком Пойти Забрать Рун Или С помощью Апортейшна Забрать И Потом Телепортнуться Здесь Очень Узкий Проход И Со Мной Пришлось Врагам Сражаться Один На Один Я Бы Прыгнул В Огненную Лужицу Но У Ему От Эффекта Облаков Поэтому Для меня Этот прыжок Был бы Безопасен Враги Бы здесь Страдали Из-за Того Что Здесь Огонь Вместо Этого Я Предпочитаю Свалить Блинкнувшись Вниз Но Это Ошибка Как Здесь Вот Это Сражение Все Пошло Не так После Мискаста Невидимости Потеряв Всю Ману Я В итоге Начал Делать Какие-то Глупости И Ну Это Просто Плохая Игра Я Сейчас Думаю Что Делать Потому Что Позиция Довольно Сложная Правильное Решение Блинкнуться В огонь Я его Не вижу К сожалению Но Было Было Гораздо Лучше Вот Сюда Прыгнуть Сюда Продолжение Продолжение У меня У меня Еще Форма Статуи Начинает Заканчиваться В общем Все Очень Плохо Плохой Блинк Опять же Я уже Сказал Что Есть Вариант Лучше Куда Было Блинкнуться Причем Это Нужно Было Сделать Несколько Ходов Мой План Был Такой Что Я Собирался Блинкнуться Вниз И Потом С Помощи Посоха Добить Айсбластом Всех Добить Ну то есть Взорвется Скорпион Взорвется Вторая Летающая Муха Придется Правда Свое Животное Повредить Но Что Поделать Вот Такой Был План Ну я Думаю Что Можно Выпить Какую Нибудь Неопознанную Бутылку Может быть Это Будет Сопротивление Огню Если Это Будет Бутылка Сопротивления Я смогу Драться С Мухой Которая Рядом Со мной Находится Но Это Была Бутылка Мутации И Теперь Я Не могу Посохи Использовать То есть Мой План Был Блинкнуться Вниз И Посохами Поубивать Всех Но Я Выпил Бутылку Мутации И Теперь Не могу Посохи Использовать То есть Это Прям Вообще Все Пошло Не так Теперь Я На Нуле Мана Не могу Посохи Использовать Ну Это Прям Вообще То есть Цепочка Событий Такая Прям Как Сказать Я Принял Какое-то Одно Не очень Хорошее Решение Осталось Я То есть Вот Сейчас Посохам Убить Вот этих Они бы Все Взорвались И Это Был В принципе План Именно На это Я Рассчитывал Но Бутылка Мутации Тоже Все Испортила В итоге По всей Видимости Отсюда Нужно Вообще Телепортироваться Иначе Смерть Кишки Расчленен Короче Убьют Меня Здесь Вынуждены Отсюда Сваливать Вот Не знаю Сколько Но Ходов 200 Наверное Я здесь Потерял На том Что Я пришел Сюда Посражался И вынужден Телепортироваться Отсюда Ну и Тем не менее Ладно Опять же Это Ошибки Бывают Это место Для оптимизации Это всего лишь Говорит о том Что Спидран В 3 руна Еще далеко Не оптимизирован Есть еще Огромный Простор Для того Чтобы показать Результат Существенно Лучше Текущего Рекорда Вот Вы думали Здесь будет Крутая Топовая Игра Без Ошибок Нет Еще один Свиток Телепортации Потому что Фиг знает Как пройти Обратно Но Вот отсюда Уже Более Менее Понятно Куда Ити Есть еще Одна Ловушка Телепортации Упс Не успел Ее Активировали До меня Бутылка Амброзия Супер Полезная Ну не супер Полезная Но полезная Ладно Бывают Ситуации Когда Очень важно Восстановить Дополнительно Ману Хитпоинт Пусть даже Ценой Конфьюжна И между прочим В этой игре Эти бутылки Амброзия Действительно Спасут мне Жизнь То есть Ну здесь уже Довольно Все Просто И понятно Я с одной стороны Так уже Довольно Много Народа Убил В финальной Комнате Плюс Я их Оттуда Заставил Выманить То есть Они уже Небольшой толпой Нападают А более мелкими Кучками Ну то есть Совсем Просто Да и до этого Было Не сложно Я просто Ну Во первых Я плохо Сыграл Во вторых Мне не повезло Из-за того Что невидимость Ника Станулась В общем Такая цепочка Каких-то Невезений Плюс Неоптимальной Игры Но все-таки Я Довольно Силен Для этого Места Поэтому Никаких проблем Не ожидается Бегаю по воде Для того Чтобы больше Реген был Так как Движение по воде Это по-прежнему Один ход В плане Подсчета Финальных Ходов Но Единицы Времени Это действие Занимает Гораздо Больше Опять Невидимая Муха У меня сосет Ману Ну Уже Не опасно Потому что Какая разница Обычно После того Как я беру Руну Назад Можно пешком Не идти Свиток Телепортации Активировать Но я их Слишком много Подратил Поэтому Придется Пешком Идти Теперь Какие есть Варианты Нужна Третья руна Довольно Хороший вариант Третью руну Брать В слаймах Проблема Конкретно У этого Прохождения В том Что у меня Абсолютно Нет Никаких Инструментов Как это Сделать Безопасно На слаймы Можно нападать Без Защиты От коррозии Без сопротивления Магии В принципе Я это делал Вот Это довольно Суицидально Но это Может сработать Тем не менее Это большие Риски То есть Точно так же Это может Спокойно Не сработать Вот У меня В этом Прохождении Прям Как-то Желания Рисковать Особо Нет Поэтому Есть Второй Наиболее Безопасный И быстрый Вариант Это Бездна Если бы У меня было Наверное Сопротивление Коррозии Хотя бы Я думаю Можно было бы Пойти на Слаймов Хотя Против них Опять же Бевиси Не работают Там Придется Какой-нибудь Ну Не знаю Даже В любом случае Против Слаймов Есть какие-то Варианты И иногда Их выбирать В качестве Третьей руны Это хорошее Решение Но вот Прямо В этой игре У меня что-то Нет каких-то Нормальных Вариантов Есть еще Фризин Клауд Который Можно тоже Против них Использовать Бывает Находишь Какой-нибудь Там Дефлект Миссайлс Который Тоже Сильно Помогает Но в этой игре Я надеюсь На то Что Третью руну Я возьму В бездне Для этого Что мне Требуется Ну Для начала Хочется Надеяться На то Что мне Повезет А значит Что Я просто Иду В сторону Зота И надеюсь Что По дороге К Зоту У меня Либо кто-нибудь На меня Кто-нибудь Баниш Использует Я отправлюсь В бездну Либо я найду Оружие Дисторшн Это был бы Самый идеальный Вариант Я его Одену Сниму И вот я В бездне Более того Если я окажусь Не сильно глубоко В бездне Никто не мешает Мне одеть И снять оружие Еще раз Поэтому В любом случае Окажусь На этаже Бездны Очень быстро На том Где генерится Руна Ну То есть И Третий Вариант То есть Во-первых Нужно Нарваться На банише Мне сейчас Во-вторых Искать оружие Дисторшн Я бы Правда Всю игру Искал То есть Я бы В любом случае Если бы Встретил На Д1 Какое-нибудь Оружие Дисторшн Я бы И тогда Его поднял Поэтому Не то что Я его Прямо Сейчас Начал Искать Нет Я его Всегда Искал Но Заранее Скажу Что в этой Игре Я ни одного Оружия Дисторшна Не встречу Поэтому Этот вариант Ну Это Не повезло Вот Именно Поэтому В это Прохождение Бездна Она Будет Просто Ужасной Короче Нарваться На банише Дисторшн И потом Обычный Вход В Бездну Это Самый Плохой Вариант Потому что Придется Подниматься С первого Этажа На второй На третий Если Если тебя Банише То ты можешь Клубже Первого Этажа Отправиться Сейчас Мискаст Был Из-за этого Я превратился В форму Летучей Мышь Всего 9% Мискаст Желтенький И тем не менее Вот Вот так Вот Вот Эту Уродливую Штуку У меня Не так Много Вариантов Как ее Убивать В принципе Могу Животных Напризывать Они с ней Справятся В какой-то Другой Ситуации Это могло Быть опасно Прямо Сейчас Вообще Никаких Проблем Животные С ней Легко Расправляются И Вокейшн У меня Качается Как и Все остальные Навыки Поэтому Животные Получаются В целом Неплохие Просто Двигаясь Влево Вправо Жду Когда Форм Исчезнет Проверяю Что нету Бутылки Консолейшн Которая Могла Бы Ускорить То есть Ее Можно Было Выпить И Снять Форм Вижу Сообщение Что Форм Практически Закончилось Можно Дальше Идти Ну Здесь Все Монстры Не опасны Я Слишком Сильно Прокачан Опять же Для Этого Уровня Подземелья Я Думаю Даже Где-то Ну До 15 Этажа Точно Здесь Нигде Не Опасно Лестница Свитка Телепортации Сразу Два Портала Есть На Этом Этаже Фишка В том Что Мне Уже Не Нужна Прокачка В Целом Я Чувствую Силы В Этом Персонаже Для Того Чтобы Ну И Даже Зод Зачистить Порталы Нужны В тот Момент Когда Тебе Чего-то Не Хватает И Ты Пытаешься Раскачаться То есть Обычно Ну Короче Не Не Вдаваясь В детали Сейчас Мне В целом Ничего Не Надо Мне Все Есть Поэтому И Порталы Тоже Не Нужны Если Бо Я Играл В 15 Рун Там Гораздо Больше Набор Обязательных Заклинаний То есть Например Для Три Руны У меня Сейчас Обязательно Только Форма Статуи По Сути Вот Все Остальное Это Типа Не Более Чем Благое Пожелание Есть Хорошо Нет Ну Пофиг Даже Сорб У меня Сейчас Нет Возможности Защищаться От Огня И Тем Не Менее У меня Есть Вариант Как Сорб Разбираться Это Форма Дракона Поэтому В целом Потребность Раскачки Она Не Такая Большая Поэтому На Портал Можно Забить Хотя В три Руна Когда Играешь Тебе Нужно Больше Заклинаний Например Пасыч Голубрия Тоже Полезное Заклинание Затем Контрол Дублинг Обязательно Тоже Не обязательно Это Хорошие Были бы Находки Которые Сильно Сэкономили Бы Ходы Поэтому Для Пятнадцати Рун Все еще Были Были бы Оправданы Порталы Потому что Есть Ну В общем Короче Есть потребность В заклинаниях Затем Если бы Я играл Через Пятнадцать Рун То Для Томба Мне потребовалась Некромутация Плюс Короче Некрономика Мне потребовалась Плюс Инфестейшн Они там Идеально Заходят Можно Очень быстро Пройти С помощью Них Гробницу Возможно С помощью Шаттера Пришлось Без стены Ломать Это Тоже Сильно Экономит Ходы И Когда Ты играешь В пятнадцать Рун У тебя Появляется Возможность До всего Этого Докачаться Когда Играешь В три Руны Никаких Заклинаниях Восьмого Уровня Можно Даже И не думать Для этого Опыта Не хватит Поэтому И потребность В поисках Книжек Она тоже Меньше Вот Поэтому Я просто Пытаюсь Как-то Логику Объяснить Почему На пятнадцати Рунах Гораздо Дольше Короче Порталы Немножко Важнее Чем Сейчас Мне Они На данном Этапе Игры Похоже На то Что это Вход Волцы Но Я вроде Определился Что я Хочу Через Бездну Пройти Хотя Забегая Вперед Скажу Что Бездна В этом Прохождении Была Настолько Ужасно Что Даже Волцы Были Быстрее Ну Серьезно То есть Вот Настолько Все Было Плохо Волцы Довольно Медленные Часто Бывают Медленными Из-за Того Что Там Лестницу Хрен Найдешь И Тем Не Мене Даже Вот Это Хрен Найдешь Оно Обычно Быстрее Чем Бездна Которая В этом Прохождении Будет Подкрался Комантикурия С помощью Скилла Стелса Ее убил Ваншотнул 15 этаж Подземелья Ищу Переход На Депс Эквайрмента До сих пор Нет Может быть Полезный Свиток В скобочках Нет Я знаю Ток Это Бесполезный Свиток Еще Халява Ваншотнул Рыцаря Смерти Стелс Оп Срочно Нерфите Ван Здесь Не прокатил Но Бевиси Точно Так же Ваншот Это Поэтому Как бы Может Казаться Что Стебинг Это круто На самом деле Большая разница Между тем Костануть Бевиси Или ударить Ножиком Ее нет Это точно Так же Один Ход Здесь Можно Попробовать Понимаю Да Можно было Попробовать На двоих Сразу Бевиси Кинуть Но Видимо Короче Неправильно Здесь Сыграл Минус Ход Кто-то Невидимый Наверное Славыча Можно убить Но На всякий Случай А вдруг Он спит Прям сейчас Не буду Славыч Использовать Пусть Вначале Он проснется Точно Прям Тогда Поюз Топорик Артефакт Надо проверять Может быть Это Топорик Дисторшина Ну В общем Понятно Что Это Хоррор Который Прыгает У него Огромная Скорость Его Славыч Просто Разрывает Поэтому Такие Использовал Его Похоже Что Переход В Депс Где-то Рядом Потому Что Пошли Крутые Монстры Проверил Я его Буду Более Активно Использовать Депс Депс Ну В целом Депс Депс Вышел Из Логова Добрался До Туда Очередной Портал Это Везлаба 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 Тут Я Я понимаю Что Кольцо Кольцо Важным Стоит Потратить Время Прямо Сейчас На То Чтобы Его Поднять У меня Нет Сопротивления Магии Поэтому Вот Эти Орбы Они Тоже Опасные На Меня Вроде бы Этот Орбы Конфьюжн Кинул Но У меня Есть Клэрити Это Табанка Мутации Которую Я Выпил Которую Мне Испортило Сражение С пауками Она Мне С одной Сторон Это Испортило Сражение С другой Сторон Мне Клэрити Дала Поэтому Например Вот Прямо Сейчас Она Мне Чуть Помогло Кольцо Защита От Огня Как Раз То Не Зря Решил Прямо Сейчас Посражаться Ну Здесь Я Все Таки Думаю На Тему Того Могу Ли Я Прямо Сейчас Портал Есть Есть Вариант Но Идти Дальше До Пятого Этажа Депса И Надеяться На То Что Мне Повезет И Какой Нибудь Баннишер Меня Отправит Сразу И на Первый Этаж Бездны Куда Нибудь Поглубже Либо То Что Я Найду Отряд Каких Нибудь Юнитов С оружием Дисторшна Ну Здесь Довольно Сложное Решение На самом Самый Самый Плохой Вариант И Тем Не Менее Мой Подсчет Ходов Сейчас Выглядит Настолько Хорошо У меня 5000 Ходов Сейчас Здесь Что Даже Если Это Будет Медленная Бездна Я Все Рано Займу Первое Место То Скажем Так У меня Здесь Выбор Есть По сути Между Рискованной Игрой И Очень Хорошим Результатом Или Относительно Безопасной Игрой Ну Таким Средненьким Результатом Вот И Здесь Я Решаю Что Я Не Обязан Рисковать Я Могу Просто Грубо Говоря Пойти В Бездну Пострадать С Первого Этажа И Все Все Занять С Первое Место Ну Честно Говоря Я Не Ожидал Что Бездна Будет Настолько Плохой То есть Когда Я Сюда Заходил Я Все Так Думал Что Ну Окей Бездна Будет Конечно Плохой Потому Что Мне Придется Исследовать Первый Второй Этаж Ну Не Настолько Ж Но По Факту Она То Я Оценивал Плохой Расклад В Бездне В Тысячу Ходов Это Плохой Это Очень Плохой Результат Если Через Оружие Дисторшина Проходить То Можно Это Сделать За 300 Ходов Ну Вот Например Мое Прохожение Ну Короче Бездну Можно Делать Существенно Быстрее Чем Вот В Этой Игре Которая Сейчас Будет Ну И Тем Не Менее У У меня Здесь В общем Я Решился В нее Войти Ну Теперь Остается Нашел Батылку Сопротивления Остается Просто Бегать В рандомные Стороны Надеяться На то Что Я Найду Лестницу Уводящую Вглубь Особо Тут Смотреть Не на что Ну В смысле Каких-то Секретных Технологий Тут Нет До Того Как мы Найдем Третий Этаж Тактика Очень Простая Ты Видишь Спуск Вниз Ты Идешь Спуск Вниз Вот А так Просто В рандомные Стороны Бегаешь В принципе Монстров Можно Убивать Ничего Супер Плохого В этом Нет Потому Что Во-первых Убийство Монстров Оно Очень Быстро По ходам Плюс Убийство Монстров Генерирует Спуск Вниз Поэтому Есть Точка Зрения Что Нужно По бездне Бегать Стараться Игнорировать Монстров Нет Не совсем Так Можно Спокойно Со всеми Сражаться Но По крайней мере То Что Вблизи Ты Видишь Не Нужно Выжать От этого Убегать При спидране Даже Нормально Мочи Это Всего Лишь Приблизит Тебя К тому Что Загенерирует Все Дверь Все монстры Очень слабо Это первый этаж Бездны Абсолютно Никаких проблем Ну Никаких проблем И никакого Результата То есть Время-то Идет А Толку Никакого Может быть Стоило Дракона Убить Он Довольно Много Опыта И это Бы Ускорило Генерацию Лестницы Я так Смотрю Думаю Что Вот Можно Было Здесь Улучшить Может Быть Я Слишком Активно Монстров Игнорирую Ну То есть Я Сражаюсь Только С теми Кто Меня Замечает Если Меня Монстр Не Заметил Я Просто Иду Дальше Кстати Наверное Ошибка То Что Я Здесь Вышел И Вошел Из Бездны Ну То Есть Я Улавливаю Лог Как Мне Хотелось Новый Регион Чтобы Сгенерировался Но Возможно Это Тоже Неправильно Потому Что Я Уже Убил Какое-то Количество Монстров А Значит Генерация Перехода На следующий этаж Через убийство Монстров Она Была Чуточку Ближе Чем Если Я Сначала Начал Более Того Вот Этих Ужасов Нужно Через Рукопаш Набивать БВС Против Них Практически Не Работает Ну На самом Деле Это Незначительные Были Ошибки То Я Смотрю Что Я Так Делаю Может быть Нужно Чуть Более Активно Убивать Монстров На первом Этаже Для того Чтобы Ступеньки Сгенерить Ну Вообще Конечно Главная Ошибка Не нужно Вообще На первый Этаж Бездны Подпадать Все Таки Это Потеря Ходов В любом Случа Нужно Оружие Дисторшина Находить Без проблем Разбираю С любыми С любыми Толпами Монстров Опять же Сражаясь В бездне Я чувствую Что Я Достаточно Прокачен Для того Чтобы Чувствовать Свою Тут Безнаказанность Дисторшина Дисторшина Насколько Насколько Я Понимаю Я Здесь За Все Эти Полторы Тысячи Ходов Что Я Тут Бегаю Я Не Получил Ни Одной Мутации То Есть Ну Типа Хорошо Сыграно В этом Плане Хотя Б Хоть Какое Утешение И Сгенерился Выход На улицу Не Везет Нужно Было Чтобы Вглубь Генерился Проход А не На улицу Немножко Там Ну Ладно Мелочь Может Ход Потерял Неправильный Бивисик Встанул В одном Месте На самом Деле Мне Сейчас Уже Подгорать Начинает Я Просто Вспоминаю Свои Ощущения От Игры Вот Сейчас Ну Это Что За Ужас Я Тут Сколько Бегаю Все Еще Первый Этаж У Мне Даже Нет Шанса Рун Найти Рун С Третьего Этажа Генерится Поэтому Я Просто В пустую Бегаю Ну В общем Вся этой части, это еще одна лич, который кастует Петрифай. Он не умеет в баниш. То есть, смысла с ним сражаться нет. Если бы этот лич умел банишить, можно было бы с ним подраться для того, чтобы он меня глубже в бездну засунул. Но этот лич так не умеет. Поэтому он бесполезен, можно его скипнуть. Что я, собственно, и сделал. Наконец-то, хоть первая ступенька вниз, но второй этаж это недостаточно круто. Нужен третий. Выход на улицу неинтересен. Монстров много, но они все не опасны. Здесь скорее размышления всегда в те моменты, когда я чуть приостанавливаюсь, они только на тему того, как бы ходы сэкономить. Еще один лич. Лич, который уходит в невидимость. Он в баниши тоже не умеет. Поэтому с этим личом тоже нет смысла стражаться. Step from time. Это нормальное решение. Одобряю. Надел проклятое кольцо телепортации. Бегать по бездне. С таким кольцом это не ошибка. Наоборот, плюс ускоряет исследование. То есть, если меня будет рандомно телепортировать какие-то в другие кусочки бездны, это только ускорит исследование. Поэтому прямо сейчас я это кольцо даже не снимаю. Ангел, во-первых, не опасен. Во-вторых, у них бывают хорошие щиты. У меня вроде бы настроено предупреждение на всех юнитов, которые умеют в мутации. То есть, например, всякий раз, когда я вижу этого не косяк, или, короче, я не знаю, как эта хрень читается, я не знаю, как она называется. Но, в общем, это демон, который умеет мутировать. В этот раз мне нужно всякий раз Enter жать. Довольно полезная настройка в RC-файле. Такие предупреждения у меня, во-первых, стоят на всех уникальных монстров. Затем на всех банишеров. Затем на глаза, которые парализуют. Спрятался сейчас от мутации за другим юнитом. То есть, типа, довольно стратежно. Затем, вроде бы, при игре за нежить, у меня там есть еще в RC-файле проверки, что, типа, если мой класс нежить, то еще есть предупреждение на всех монстров, которые Dispelanded умеют кустовать. О, наконец-таки, третий этаж. Да, не помню точно, какие у меня еще есть интересные настройки в RC-файле. Ну, например, увеличенные клеточки. Меня, например, сильно подгорают от тех игроков, которые играют с дефолтным размером клеточек в Dungeon Crawler. Надо увеличивать шрифт, увеличивать все, короче, надо. Так гораздо красивее получается. Более того, может быть, даже, ну, это тема для дискуссии, но, может быть, мне даже текущий размер ячеек нужно еще больше сделать. Недостаточно я его увеличил. Возможно. Ладно, на этом этаже уже может появиться руна. Здесь следует внимательно следить за признаками этой руны. То есть, это определенные монстры, это определенные клеточки пола. Пока ни одного такого признака не было, поэтому, собственно, не на что указывать. Меня там спрашивают, это я собираюсь в 15 рун играть или в 3 руна. Ой, еще, кстати, месячий чатик, который по интеру выскакивает. Мне там вроде подсказали уже, к первой части комментарий там один был, что нужно сделать, чтобы чатик так часто не выскакивал. Не знаю, проверю, может, в следующий раз. Довольно спорное решение. Я встретил переход на четвертый этаж и решил им воспользоваться. Спорное решение, потому что мне вот не очевидно, что таким образом ты сэкономишь ходы. Этот демон мутирует, поэтому лучше избежать сражения с ним, поэтому step from time. Так вот, чем мысль-то была? А, ну так вот, вероятность руны на пятом этаже бездны действительно выше, но ты больше ходов будешь тратить на сражения с монстрами на пятом этаже. Поэтому то, что ты в итоге сэкономишь ходы таким образом, вполне возможно, что не так. Короче, это спорное, мягко говоря, решение. Может быть, не стоит спускаться глубже третьего этажа. Просто даже если считать, что ты неубиваемый персонаж, который вот мочит всех налево и направо, даже такому персонажу все равно не нужно спускаться ниже третьего этажа. Потому что, ну, много ходов уйдет на сражение. Тем не менее, здесь я решаюсь идти на пятый. Я просто не уверен, что это решение продиктовано какой-то логикой. Скорее всего, оно продиктовано каким-то отчаянием уже. То есть, меня уже настолько все задолбало, что я хочу, скорее всего, суициднуть этого персонажа. Я просто не знаю, как еще объяснить то, что я полез на пятый этаж. Мне кажется, это не оптимальная игра. Здесь очень много монстров. Я активирую телепортацию. Я их всех могу поубивать, но все равно. Телепортация это в любом случае ускоряет исследование. Поэтому нормально. по-прежнему никаких признаков руны нет. Я тут уже нажимаю Ctrl-Q, если кто внимательно следил. У меня настолько подгорает, что я хочу бросить этого персонажа. Ну, потому что я уже тысячу ходов потратил. Это очень медленно. Это очень плохо. Но как это? Я нахожу в себе силы играть дальше. Справа урангела. Ну и нафиг. Еще одно нажатие Ctrl-Q. Вот настолько я подгораю. Выход мне не нужен. Снова выход. А я продолжаю бегать в неизвестном направлении. Еще один выход. Нафиг не надо. Прячусь от мутатора. Еще одно нажатие Ctrl-Q. Третий раз. Мне там предлагают поиграть спидраны в бекроле. Там изменили систему подсчета очков. И, кстати, может быть, я попробую в следующий видосик как раз по бекролу сделаю. Не знаю, я еще до конца не уверен, но мне интересно посмотреть, что там они накреативили. Там, говорят, сделали такую формулу, по которой игра в три руны, она дает примерно столько же очков, сколько игра в 15 рун. В смысле быстрая игра в три руны. Я, по-моему, четвертый раз нажал Ctrl-Q. Больше бесполезных действий от славы. Ну, в общем, у меня там пожар, короче. Так вот, может быть, я поиграю потом в бекрол, посмотрю, что там за новая формула, но это не точно. Я бекрол играл... О, кстати, вот. Стоп, 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 стоп. Так, во-первых, стандартная скорость воспроизведения. Во-вторых, это тот самый момент, когда я понимаю, что наткнулся на руну. Здесь есть целые два признака руны. С одной стороны, есть Dancing Weapon, есть Волт в Бездне, как раз который охраняет эти танцующие оружия. И с другой стороны, есть такая клеточка, которая просто тоже гарантирована признак руны. То есть, вот эти вот самые двери, это как раз руна. Ну, вернее, двери. Вот это Волт, это как раз руна. В этот момент я это понимаю. Но здесь есть ошибка. А в тот момент, когда я это понял, я не снял кольцо телепортации. Это прям нужно было мгновенно делать, потому что я нашел руну, но я сейчас не готов отсюда телепортироваться. Ну, небольшой ксечок. Ну, я еще раз показываю на эти клеточки. Да-да-да, это рунный Волт. Не просто рунный Волт, я даже знаю, какой именно этот Волт. Просто на память помню даже, что это святой Волт. Чем я там рассуждал-то? Я же что-то не помню про бекрол, наверное, что-то. А, ну так вот, да, я играл бекрол. Я, во-первых, в него очень давно играл. Во-вторых, он там так быстро меняется, что, короче, я нифига не знаю, в чем там его особенности. Плюс у меня там еще висит какой-то незаконченный стрик, наверное, в шесть побед. Мне как-то жалко его терять. А если я буду спидранить, то это однозначно конец стрику. Но, тем не менее, может, я попробую все равно. Типа, фиг с ним, наверное. Фиг с ним со стриком. Все равно не собираюсь в этом плане какие-то рекорды ставить. Заводить второй аккаунт ради этого мне как-то не очень хочется. Ладно, в любом случае, наконец-таки страдания в бездне закончились. Почти что. Вот чуть-чуть осталось, и они закончились. Руна очень-очень близко. Удобно то, что здесь еще и выход сгенерился. Прям это... За получение опыта прям подо мной. Ну, конечно, это слабое утешение для... В целом, прохождение в полторы тысячи ходов на бездну. Типа, что хотя бы выход сгенерился сразу после получения руны. Ну, окей. Ладно, в любом случае. У меня был огромный запас по ходам. И несмотря на то, что все настолько плохо было в бездне, я еще довольно комфортно успеваю для того, чтобы первое место занять. Поэтому вперед искать ЗОД. Следующая наша цель. Для ЗОД в целом ничего не требуется. Именно поэтому я и порталы скипал, потому что... Я считаю, что я достаточно прокачан для того, чтобы ЗОД пройти. Подумывая на тему изучения каких-то более полезных заклинаний, потому что у меня есть довольно много места для изучения заклинаний. Но что-то вроде в голову ничего не приходит. Эта комната похожа на ВОЛТ, в котором много ценных предметов, но нет лестницы. Ценные предметы сейчас для меня не приоритетны. Для меня важна просто лестница. Поэтому я скипаю этот ВОЛТ. Обхожу стороной. Там наверняка много монстров. Лучше его не трогать. Пусть там все спят. Плащик у меня отстойный. Его можно стащить. Плюс через шахту пройти на следующий этаж. В смысле дырку в полу. Плащик невидимости. Это значит, что я могу еще и от заклинаний избавиться. То есть у меня еще больше слотов под изучение новой заклинания. Но, опять же, ничего хорошего в голову не приходит. Единственное, есть форма дракона. Против орба фаера. Это полезное заклинание, потому что оно дает много сопротивления огню. Пытаюсь через подкрадывание убить священника. Прокатывает. Ну и дальше просто через шахту отсюда уйти. Превратился в статую, чтобы класс брони побольше был. И, тем не менее, довольно опасно выглядит. Поэтому пара с лаучей должна существенно упростить ситуацию. Неправильно BVC кастанул. Ладно, мелочь. Бегаю в следующий этаж. Мне, во-первых, нужно найти лестницу назад на второй этаж, потому что я через шахту попал. С другой стороны, нужно найти лестницу вглубь. Нашел ловушку телепортации. Во время спидрана ловушки телепортации – это всегда топчик. Надо использовать. Они существенно ускоряют исследование этажа. Ну, по крайней мере, в тот момент, когда ты пришел, и вообще для тебя еще весь этаж неизвестен. Это круто. Это экономит ходы. Поэтому я сейчас морально готовлюсь зайти в ловушку. Видимо, регенерирую здоровье, ману, бегая вокруг. Ну, и залез в ловушку. Ну, и плюс сразу же вознагражден. Я здесь нашел односторонний спуск. Несмотря на то, что он односторонний. Опять же, нормальная тема спустится. Потом как-нибудь выкручусь. Может быть. Когда назад пойду. Может быть, я найду какой-нибудь свиток мэджик мэппинга на халяву. Очень плохая позиция. Похоже на то, что я попал в какой-то волт, который охраняет кучу сокровищ. При этом там нет лестниц. А значит, мне туда не надо. Плохое решение дать здесь бой. Нужно было сразу отсюда нафиг телепортироваться. Просто потому, что я не выдержу, наплывая всей этой толпы. Но пока я думаю, что я еще с ними справлюсь. Может быть. Поэтому, типа, пытаюсь сражаться, но нет. Не прокатит. Много слабеньких монстров с хорошим уворотом, поэтому слауч. Лич появился, но мне уже в бездну не надо, поэтому особо заморачиваться на тему того, какой набор заклинаний у этого лича смысла нет. Может быть. Ну, этот лич умеет в невидимость, а значит, в баниш он не умеет. Поэтому этот лич все равно был бы бесполезный, и в бездну он меня не смог бы отправить. Но в любом случае, уже сейчас видно, что толпа настолько большая, что лучше отсюда свалить. У меня закончилась мана, и как я их всех убивать-то буду? Но, если бы я принял решение убежать сразу в момент того, как я попал в эту ситуацию, я бы сэкономил ходов 20. Или не знаю, сколько я здесь сражался. Может даже больше 20. 50 ходов бы сэкономил. Кстати, вот эту штуку можно было копнуть, наверное, там же лут лежит. При этом охраны никакой нет. Косячок. Вот это тоже я не заметил. И эта лестница, кстати. Мне же лестница и нужна на следующий этаж. Короче, я заря пошел к этой лестнице. Я сейчас пойду вот сюда к этой лестнице. Нужно было к этой идти. Просто прокопав микрофлот. У меня вроде бы сейчас уже есть палка-копалка. Но это не точно. Но должна быть. Тут я раздумываю на тему того, насколько пас вол был бы хорош. Но у меня его нет. А в то время, когда я был во вторых орках, у меня на это денег не было. У меня есть кольцо защиты от холода, но мне не хочется снимать кольцо, которое дает мне плюс 9 маны, потому что это кольцо увеличивает регенерацию маны. Нашелся вход в зод. Очень удобно. Прям идеальная лестница. Проверяю, может быть, какие-то заклинания мне нужны для того, чтобы сражаться в зоте. Но, очевидно, форма дракона нужна для того, чтобы орбов убивать более эффективно. Ну, остальное вроде мало полезно. Возможно, RDA еще стоило изучить, но это не точно. 6900 ходов. Рекорд был, я не помню, 1085, что ли. То есть у меня еще 1500 ходов на то, чтобы забрать орб и вернуться до первого этажа подземелья. Ну, выглядит нормально. Я тут все еще заклинания обдумываю. Дисджанкшен бесполезно. Вряд ли сложится ситуация, когда я смогу его эффективно использовать. Плюс еще вероятность мискаста высока. У меня есть, конечно, там кольцо визардри, по-моему, но все равно сомнительно, что это мне надо. Контролируемый блинк нужен для 15-ти рон. Сейчас я уже вхожу в ветку, где контролируемый блинк, неконтролируемый блинк. Никакой разницы. Два дракона мало, чтобы невидимость использовать. В меня попал болт расколдовывающий энергии. И мне кажется, сейчас я этого не заметил. Я потерял форму статуи. И вслед за этим я потерял слишком много здоровья. Ну, из-за того, что я потерял весь свой класс брони. Маленькая ошибка. Надо было сразу отреагировать на то, что у меня форма статуи спадает. Ну, то есть, ходов 20, потому что я потерял на том, что мне теперь требуется здесь побегать, порегенерировать. Дракон мне опасно, но у меня нет сопротивления фолду. Ну, кстати, серьезно. Надо кольцо от маны переодеть было, наверное. Я, конечно, понимаю, что плюс мана это круто. Это темп. Это ускоренная регенерация маны, но... Полное отсутствие сопротивления это очень опасно. Вот он, настал, короче, звездный час моего топора, который я таскал всю игру. Он был не бесполезен. Он позволил кинуть BVC. Два раза. Не, на самом деле, я его еще буду использовать. В зоте будет довольно много этих мух, которые невидимы. Бегаю из клетки на клетку. Это не ошибка. Таким образом, я немножко ману восстанавливаю. Внизу гарантирован отряд драконов. То есть, терять время на сражение. А слева неизвестно что. Поэтому неизвестно, это лучше, чем гарантированно сражаться. Ну, еще один отряд драконов. Теперь уже понятно, что где-то сражаться в любом случае надо. Отступать уже отсюда нельзя. Я довольно давно невидимость не кастовал. Можно поиспользовать. Ну, это самый халявный способ драконов убивать. Невидимость их просто разрывает. Проверял. Нет возможности отменить невидимость. Я вынужден под ней бегать слишком долго. Было бы удобно, если бы можно было ее отменить. Кстати, возможно, я ошибся. Получается, может быть, если ты невидимость используешь не через заклинание, а через плащ, то ее, может быть, тогда можно отменить. Я точно не помню, как там это работает. Но если невидимость плаща можно отменить, то, наверное, я ошибся. Мне не нужно было так надолго ее кладовать. Я теперь немного contaminated. Вот, короче, если я сейчас буду еще раз использовать невидимость, то это уже опасно. Она может... Ну, то есть, я буду светиться. Поэтому против этого пака предпочитаю не невидимость использовать, а просто поорать немножко и подраться с кулаками. Ну, в первую очередь, это из-за того, что я не могу так часто невидимость использовать. Поэтому я, типа, вынужден разнообразить варианты, как я убиваю драконов, здесь через BVC плюс кулаки. Появилась проклятая фигня. Она призывает мухоморов и торминты кидает. Если я превращусь в дерево, то она будет абсолютно для меня безвредна, потому что у меня есть Clarity, и мухоморы на меня не работают. И торминты защищают от формы... Дерево защищает от торминта. Поэтому торминт просто ее разрывает... Вернее, дерево просто ее разрывает. Но я думаю, что, наверное, дерево это оверкил. Мне потом долго стоять, махать всякими свитками, дожидаясь того, когда дерево отменится. Поэтому я решаю, что, ладно, через форму статуи ее убью. Не обязательно тут в дереве превращаться. То есть, дерево это, конечно, супер круто, но в данном случае я подумал, что я больше потеряю, потом ожидая, когда дерево спадет. Вот. Но если это был бы не спидран, то против вот таких вот формы дерева идеально просто смотрится. Со всеми разобрался. Я, конечно, проверяю, что там на трупах есть, но в целом это скорее просто регенерация. То есть, это такие какие-то полуполезные ходы, которые нужны для того, чтобы дождаться, пока там здоровье восстановится, пока мана тоже восстановится. Ну и отлично, лестница. Вроде бы невидимость. Condomination я вижу, на мне все еще висит, поэтому решаю, что с этим паком проще тоже кулаками разобраться. Невидимость... Ну, напозднее оставлю. В узком коридоре с ними вообще халявно драться. Ну, может быть, зря вниз отступал минус тамного хода. Ну, мелочь. Ну, в общем, в легкую тут развалил этих дракончиков. Книжка Нихилейшнов для спидрана все это бесполезно. Я могу кастовать заклинания восьмого уровня. Вот эти вот копьё там кристальное, которые LCS. Но оно для спидрана очень сильно не подходит, потому что восемь мана в одиночную цель, и ты ее даже еще гарантированно не убиваешь. Это слишком затратно по мане. BVC это пять мана против сразу, там, не знаю, шестерых. Ну, иногда. Еще и всех... Ну, короче, Conjuration, они слабо спидрана подходят. Ну, заклинания девятого уровня, ладно, исключения. Они могут быть эффективны по мане, но это только при условии, что есть у тебя боги всякие, типа, там, Вихумета, и что-то такое должно быть. Ладно, лестница нашлась. Это хорошая новость. Еще одна хорошая новость в том, что когда я пойду обратно, мне не придется так сильно страдать, потому что с помощью палки-копалки можно будет существенно сократить путь. То есть мне не придется повторять такой жуткий круг, который я сделал для того, чтобы найти эту лестницу. Но вначале, конечно, нужно разобраться с этими драконами, но это несложно. У меня сразу есть несколько довольно сильных вариантов, как их убивать. Это форма статуи плюс кулаки, это невидимость плюс там что угодно, те же самые кулаки, например, или ножом их ковырять. Короче, они совсем не опасны. Хотя все еще под невидимостью можно взять в руки ножек и поковырять их таким образом. Может быть, стоило проверить этот плащик на предмет того, может быть, это плащик защиты от магии. Я думаю, он бы мне сейчас пригодился гораздо больше, чем плащик невидимости, для которого у меня есть альтернатива в виде заклинания. Но я подумал, что трата ходов и так сойдет, поэтому не стал одевать, снимать плащик. Но нужно было хотя бы с видом идентификации его проверить. Ну, короче, маленький косяк. Я заметил этот плащ, я просто точно помню, что бывает, я предметы не замечаю, но этот плащ я видел и подумал, а хрен с ним только время терять. Наверное, это плохая логика. Если бы это был плащ защиты от магии, это бы мне помогло. Толпа драконов, опять же, никаких проблем. Тут я вспоминаю о том, что у меня есть еще третий вариант, как, или там не третий, какой-то там фиг знает какой вариант, как с этими драконами разбираться. У них низкое сопротивление магии, я могу их с помощью палки инслеймента, например, себе забирать. Тоже довольно эффективно получается. И, кстати, этот волн тоже не рандом, ну, в смысле, заранее известна его форма. Я на память точно его не помню. Я вроде бы тут, когда я играл, я тут сделал небольшую паузу и попытался поискать в файлах игры, как этот волн выглядит. Ничего не нашел. Не настолько мои скиллы, это, в ориентировании в этих DS-файлах, не настолько они хороши. в итоге просто пришлось доверяться интуиции. Да, я тут пишу на тему того, что должно быть возможно понять, где находится теперь лестница. и так и есть, это не рандомный, ну, то есть заранее известна его форма. Но, короче, нужно просто углы проверить. Большего я вспомнить не смог. Этот угол, это выход на улицу, поэтому не сюда. Значит, нужно остальные углы проверять. Ну, вот, в принципе. Я думаю, этот волн можно было найти в файлах игры. Небольшой косяк у меня тут в том, чтобы мне было лень это... Ну, не лень. Я открыл, посмотрел, но я просто не знаю, может, не там искал. Я искал во float.ds. Может быть, он в zot.ds. Не знаю, короче, где он там лежит, но я его не нашел. Ладно, zot5. Ищем орбы. Идем забирать. Понятно, что орб снизу. Вопрос только налево или направо. Я выбираю налево. Тут я понял, что я ошибся. Слева входа нет. Нужно назад возвращаться. Звездный час-топора. Все было не зря. Плюс нужно на себя невидимость сказать, чтобы ману не высосали. Короче, задумка у меня была с помощью ножика подкраситься и ударить. Но, видимо, я ее разбудил. Поэтому план не прокатил. Нужно обратно топор надевать. Ну, это небольшая ошибка. Это минус пара ходов. На мне все еще висит невидимость, а значит, я могу сражаться спокойно с драконами. Единственное, хотелось бы как-то привлечь к ним внимание, потому что врываться внутрь это слишком опасно. Лучше пусть они ко мне идут. Поэтому сейчас задача просто как-то привлечь их внимание. Дальше тут в узком проходе, потому что выход здесь из этой комнаты всего через одну клетку. Ну, в общем, как-то использовать то, что выход сужается. Как в 300 спартанцев, или не знаю, или как-то. Сейчас думаю на тему того, как бы это провернуть. Ну, в общем, решил просто поорать и таким образом всех разбудить и заставить прийти ко мне. Ну, нормально. Почему нет? Опять бесючий чатик по энтеру выскакивает. Невидимость все еще висит. Драконы не опасны, а других едиотов тут только два. пока все выглядит нормально. Защиты от коррозии у меня нет. могу только страдать. Ну, уже умер дракон, который кидает эти коррозии в болты. Как-то он даже через невидимость у меня попал, какой везучий оказался. Там была муха, которая, опять же, высасывает ману, но меня откинули. Короче, не добил я ее. Имеет смысл какое-то немножко просто подождать. С одной стороны, при гене здоровье с маной, с другой стороны, ждаться, когда коррозия слетит. Ну, чем просто ждать, можно съесть кусочек хлеба. Продолжение следует... Топор из рук не выпускаю, потому что боюсь муху. Ну, она сейчас должна где-то рядом быть. Ну, и вроде бы, несмотря на то, что я, типа, старался аккуратно, все равно на меня высосыла ману. За счет того, что перемещение притчей очень медленное, она успела и забинтить меня, и ману высосать. Мне хватило только на BVC, и сейчас для того, чтобы муха не вырывалась из лаб BVC, я отправляю зомби вперед, и они заблокируют проход мухи таким образом. Ну, опять же, минус вся мана, поэтому нужно чуток потупить. Сейчас, чем махать всякими свитками, это действие, это действие занимает полторы единицы времени, а перемещение с клетки на клетку формы статуи занимает три единицы времени, поэтому, конечно, регенить ману и хитпоинт сейчас нужно просто движением влево-вправо. Собственно, что я тут сейчас примерно и делаю. Заодно сейчас вроде я полез прикидывать, сколько у меня есть ходов в запасе. Топовый результат сейчас это 8700 у Ермака, 8783. У меня сейчас 7400, то есть у меня в запасе 1400 ходов. 1400 ходов это более чем достаточно. То есть я понимаю, что по ходам все в порядке, ну, то есть я могу потупить так вот, двигаясь влево-вправо. Также я понимаю, что у меня навык щита 13, и этого достаточно, чтобы пользоваться чуть более крутым щитом. Заодно можно с помощью свитков зачарования брони этот более крутой щит немножко зачаровать. Возможно, более тяжелый щит стоило немножко раньше одеть. Тут я немножко ошибся. Ну ладно, в общем, я тут постоял, порегинил, щиты попереодевал. Вот это все, короче. Двигаюсь дальше. Ну, выглядит не опасно. Нужно просто привлечь внимание этих ребят, потому что самому к ним идти это риск. Лучше пусть они к нам. Чатик по нажатию вентера выскакивает. Да, есть такая у меня проблема. Так, ну здесь сохранный разобрался, относительно легко. Наверное, сейчас будет самый сложный момент в игре. Ну, наверное, это уровень сложности примерно как в орках. То есть, я помню, когда я сражался в орках, я очень медленно все делал. Там были много сложных решений. И сейчас мне что-то подобное тоже предстоит. То есть, не скажу, что прям суперсложно, но... Ну вот примерно уровень орков, когда... Ну, нужно много народу убить. При этом нет возможности всегда быть фулл хп и фулл мана. Скорее всего, проблема даже именно в этом. В том, что ты не дожидаешься, когда у тебя полностью все восстанавливается. Ладно, двигаюсь вперед. Немножко поднимаюсь вверх для того, чтобы монстры, бежав в мою сторону, не активировали ловушку с сеткой. То есть, я вот сейчас логика поднятия вверх как раз для того, чтобы и поорать, для того, чтобы они сами ко мне шли. Лич, это очень опасно. У меня за всю игру не выпало ни одного предмета на резисток магии, поэтому если этот лич умеет в паралич, если этот лич умеет в баниш, даже баниш, это все равно очень потеря большая, потому что еще раз бегать по бездне это будет не так долго, но все равно оно зачем мне надо. Появился первый урб огня. Тоже опасно, у меня сопротивление огню всего лишь единичка. Но это очень плохо. Но в первую очередь, наверное, сейчас даже опаснее лич. То есть, пока личу блокировано, атака выменяю, потому что прикрывает меня монстр слева. Выпил банку сопротивления для того, чтобы сражаться против орба было попроще. Так, ну что, у меня 150 китпоинтов, лич почти убит, причем лич приоритетная цель, а из бластом в него для того, чтобы он скорее всего от BBC помирает, но вдруг нет. Поэтому, возможно, стоило здесь использовать не айс бласт, а посох конуса холода. Ну, не холода, там, посох как называется, посох облаков. Было бы, наверное, немножко получше, потому что я бы заодно задамажил бы и орба фаер таким образом. Тут я что-то вспоминаю в Википедии про обилки чеи. Не уверен, что я там искал. Наверное, насколько temporal distortion позволяет орбу подвинуться ко мне в рукопашную. Довольно бездарное использование, к рукопашной он ко мне все равно не подошел. Ну вот, окей, еще раз назад вернемся. Секундочку. Это важно. Ну, блин, нет, где все началось? Да, давай, давай. Вот. Начало сражения с орбом. У меня РФ плюс-плюс, потому что я имею базовое сопротивление один, у меня кольцо есть, и есть единичка собравления через резист. У меня 150 хитпоинтов. Я начинаю сражение с одним орбом огня. И со 150 я сейчас опущусь до 50. Реально, 150. Вот начало сражения было. Первый болт в меня попадает. еще два раза попадает. Короче, и дракон еще появляется из-за угла. Я уже потерял 100 хитпоинтов и даже его не убил. То есть один орб спустил меня со 150 хитпоинтов до 50. при том, что я был идеально готов. У меня была сила, у меня был резист. Что я сделал не так? Ответ в том, что я забыл форму дракона использовать. Форма статуи плюс вот это вот конечно должно быть достаточно. Я считаю, что мне вот в этом сражении сейчас очень сильно не повезло. Я потерял сотню хитпоинтов на сражении один на один против формы огня. Я явно на это не рассчитывал. И тем не менее небольшая ошибка здесь была. Вот в этот вот момент нужно было использовать форму дракона. Сейчас, где еще раз этот момент? Ну вот вначале я сейчас с помощью temporal distortion избавляюсь от него. Вот сейчас нужно использовать форму дракона. Ну или на следующем вот сейчас тоже идеально форма дракона подходит. Мы сражаемся один на один. У меня был бы рф три плюса. Ну небольшая ошибка, ладно. Не, ну ладно, большая ошибка. Короче, все смотрим дальше. Я просто хотел немножко проанализировать этот момент, потому что он меня сильно напряг. Все, я для себя разобрался. Я специально изучил форму дракона, но я в этот момент подумал, что я и формы статуи очень в легкую разберу орб огня. и очень в легкую я его не разобрал. Из-за этого сейчас у меня начинается цепочка проблем, потому что я на 50 хитпоинтах вынужден сражаться против золотого дракона. Я пью бутылку лечения, выясняется, что меня мутировал орб уже и бутылки по-моему против меня не особо, то есть бутылки лечения они менее эффективны. В итоге короче я до 13 хитпоинтов против дракона опускаюсь. Ну в общем я для себя разобрался где я накосячил. Нужно было немножко раньше использовать форму дракона. Ну в общем я сейчас загнал сам себя на ровном месте в довольно сложную ситуацию. Этого всего можно было избежать. Но я тут начинаю лихорадочно думать что делать. Потому что с меня теперь еще и форма статуи слетела у нее просто время действия закончилось. Без формы статуи моя рукопашная так и не настолько хороша. Поэтому есть все шансы что если я просто его сейчас возьму и стукну то он может выжить. Поэтому наверное единственный вариант сейчас это степ фром тайм. Просто пусть ладно он убежит и куда нибудь убегает. я вместо BIM использую википедию. На мой взгляд это гораздо более удобный вариант. все те кто в чатике использует от BIM я отписался еще наверное в самом начале создания этого бота. На мой взгляд это жутко неудобно это сильно бесит когда тебе постоянно в чатике какие-то сообщения выскакивают потому что все спектаторы которые переходят в твой чатик они норовят BIM использовать каким-то образом. Гораздо удобнее смотреть на википедии то что тебя интересует. Ладно я вышел из времени выпил банку Амброзии которые вот они мне спасают жизнь я же говорил что они не бесполезны вот сейчас все благодаря банкам Амброзии если бы не Амброзия фиг бы я тут выжил где я еще столько здоровья с маной бы восстановил в такой короткий промежуток времени но в любом случае ситуация все еще не стабилизировалась все еще очень сильно опасно потому что дракон все еще бежит в мою сторону я могу еще раз сделать степ фромтайм пусть он еще раз уберется но на его место пришел голем у меня есть сопротивление электричества через то что на мне висит банк сопротивления поэтому форму статуи не обязательно использовать с другой стороны это все равно класс брони поэтому она конечно лишней не будет кастанул форму статуи но сражаться наверное надо подходить голему конечно нельзя перемещение это три единицы времени нужно какие-то другие варианты искать но двигаться нельзя вот лич появился это прям пипец пипец лич это очень опасно в ужасе я читаю свиток телепортации это ошибка не нужно так делать было потому что буквально через ход после чтения свитка телепортации я понимаю что все равно ситуация слишком опасная и с ней нужно быстрее что-то делать в зоте свитки телепортации активируются с задержкой поэтому у меня просто нет столько времени я не готов ждать 5-6 ходов пока телепортация сработает поэтому свиток телепортации был плохим решением у него 62% против меня паралич используют ну камон это нельзя терпеть это очень опасно тишина как вариант но потом я могу да тишина это нормальный был вариант я сделал step from time это тоже прокатило но здесь был по крайней мере один еще хороший вариант тишину использовать в общем ловушка телепортации вот она мое спасение ну не то что спасение у меня уже довольно много здоровья с довольно маны но мне нужны варианты что делать в экстренной ситуации поэтому нужно срочно добраться до ловушки телепортации и регенерировать рядом с ней потому что если вдруг что-то пойдет не так всегда должен быть план б план б это наступить у ловушки телепортации поэтому надо двигаться в ее сторону ну очень сложно здесь все прошло вот это место ну короче можно было лучше сыграть ману не трачу кулаками держусь ну вот наконец я двигаюсь в сторону ловушки пододвигаю к себе голема но он постоянно блинкается даже если ты его специально пододвигаешь к себе все равно это ну не всегда работает скажем так тем не менее ситуация не опасна голем меня практически не пробивает против дракона есть простой способ от невидимости кроме того наверное лучше для него вообще было инслей этот подчинение использовать чтобы невидимость я наверно зря здесь сделал инслей точно был лучше лич ушел в невидимость звездный час посоха ой посоха топора у меня топора нет невидимых видеть но вначале перед топором всех врагов нужно в какую-нибудь кислоту отправить ну или там в лужица огня например на мне есть мутация что банки менее эффективны для восстановления здоровья эту мутацию я получил во время сражения с орбом огня остальные мутации вроде я получил довольно давно когда неизвестную бутылку выпил это была бутылка мутации ладно давай уже определяйся я тут как это обстоятельно о чем-то думаю наверное думаю на тему того как не задеть своих зомби при этом задеть всех врагов ну ладно лич в кислоте он в меня кинул болтом болтом холода при этом у меня нет сопротивления к холоду вообще нужно срочно переобуваться для того чтобы защита к холоду появилась это минус лич но он меня в процессе замедлил ну замедление это гораздо лучше чем если бы он на меня паралич кинул поэтому замедление это замедление окей у меня закончилась почти мана поэтому лучше бы ну зря этот биси кинул лучше бы использовать подчинение восстанавливаю ману здоровье с помощью амброзии вот они мне снова спасают жизнь но ситуация довольно как бы простая стабильная становится у меня много здоровья у меня фулл мана рядом со мной ловушка телепортации что вы мне сделаете то есть опасный момент был по сути когда я с драконом там золотым дрался сейчас уже все норм и вот снова опасно то есть вот только что было все норм а теперь меня окружили в кольцо драконы при том что я сейчас замедлен при том что я недавно использовал невидимость а значит повторное использование невидимости довольно рискованно даже если я сейчас использую вторую невидимость меня они окружили и я замедлен короче я думаю правильное решение здесь стоп фром тайм использовать я здесь наступаю в ловушку телепортации но мне кажется это все-таки плохой выбор лучше бы я здесь стоп фром тайм использовал и тем не менее ловушка конечно меня отправляет в безопасную ситуацию но справедливости ради уже довольно много было монстров убитым на этаже поэтому шанс на то чтобы меня отправили в безопасное место он все-таки был высокий и тем не менее как раз получилось то чего и хотелось я получил небольшую передышку во время которую я восстанавливаю все здоровье всю ману и ну иду как бы повторять сражение вроде бы дальше сложностей уже никаких не будет все все боли и страдания я уже преодолел дальше просто можно будет наслаждаться тем как я избиваю оставшихся в живых монстров невидимая мука очередная значит невидимость на себя надо Осторожно, осторожно возвращаюсь на место сражения. Ну, снова толпа этих драконов, но текущая позиция гораздо лучше, чем была до этого. Они меня теперь не могут окружить. Вокруг меня только там три свободные клеточки. Более того, одна еще и зомбем занята, поэтому... Но сейчас это уже избиение всех этих драконов. Пак драконов и до этого не представлял для меня большой опасности. Вся опасность тут началась исключительно в тот момент, когда Орбов Фаер опустил меня до 50 хитпоинтов. Вот после этого, конечно, какой-то ад начался. Но это все уже в прошлом. Удалось выкарабкаться из той ситуации. Продолжение следует... Ну все, минус почти все драконы. Минус дракона, плюс толпа зомби. Тут огромный перевес на моей стороне. Ну и проход к Орбу свободен. По всей видимости, никого тут уже нет. Ну, небольшая толпа этих стражников, но эти стражники практически не пробивают мою защиту. 36-я броня, плюс 18-й щит. 31-й у ворот это очень круто для них, поэтому они не опасны. Толпа зомби и спокойно их даже поубивает всех. Ну и вот, наконец, Орб. 7700 по ходам, 1100 ходов в запасе. Этого достаточно. Пододвинул к себе Орб, поднял, ну и все, бежим назад. Бежим назад. 1100-хayo. 1200 2100. 40 документов. 2100. 2100. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вроде выбрался с пятого этажа, кое-как... Есть несколько катких мутаций... Но ничего особо страшного нет... С демоном этим сложно, на него BVC не работает... Надо кулаками убивать... Здесь можно немного срезать... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо совсем через неизведанность... Лучше не идти, потому что там, скорее всего, тоже какие-то враги есть... Поэтому... Я срезал... Таким образом, чтобы вернуться уже на исследованную дорожку... Невидимости... Просто игнорирую всех... Всех драконов... О, ловушка телепортация... И тем не менее... Ловушка... Не сильно мне проблем прибавила... Да, я немножко потеряю... Из-за того, что я в нее попал... Но могло быть все гораздо хуже... Ну и пошли такие полуразведанные этажи... Ну, здесь хотя бы понятно... Куда нужно идти, чтобы к лестнице... А вот следующий этаж вообще жесткий будет... Бутылка Consolation может быть полезна... Если на меня какой-нибудь там петрифайна... Ну, короче... Может быть... Пусть я уже вроде бегу к выходу... Но я могу представить ситуацию, где мне она понадобится... Тут толпа неопасных врагов... За исключением одного сфинкса... Из-за того, что у меня абсолютно нет никакого сопротивления магии... Даже один сфинкс может меня спокойно парализовать... И для него это вообще будет несложно... Вероятность там, я думаю, процентов 50, наверное, на это... Ну, второй этаж более-менее исследован... То есть, получается, один проблемный этаж остался... Это вот этот вот Debs 3... Потому что его я вообще скипнул... И тут ничего... И монстра не убит... И... Ну, вот я смотрю, 43% у него на успех... Поэтому он довольно опасный... Ну, остальные, ну, такие не особо... Ну, в общем, главное такое, что я подчиняюсь сфинксу... Но остальных можно просто убить с помощью таба, BVC... Но не прокатило... И... Каждая попытка стоит 3 мана... Я что-то так подумал, ладно... Смена плана, не хочу с вами драться... Step from time использовал... Ну, на правой лестнице не видно... Поэтому лучше, наверное, вверх идти... И мне везет... Я сразу нахожу лестницу... То, что нужно... И прям удобная лестница... Которая недалеко от другой лестницы... Ну, здесь вроде все понятно уже... Немножко увеличил скорость... Ну, тут много демонов появилось... Но они все не опасны... Вообще никаких проблем нет их поубивать... Пятый этаж... Пятнадцатый этаж подземелья... Просто подыскиваю короткие маршруты... Родноватость BVC использовал... Х Уэру М Б Б Продолжение следует... Ловушку телепортации здесь нет смысла использовать. Мне нужно в одно вполне конкретное место идти, а не просто куда-нибудь на этаж. Слэм крича неудобно, но что поделать. Надо сражаться. На этого демона BVC тоже не работает. У него шипы есть. Тут драться тоже не обязательно. О, вот это вот опасно. Прямо вплотную появился Сераф. Но он еще не ходил, он как бы только-только появился. Здесь по сути есть два варианта. Либо BVC плюс кулаками ему навалять. И скорее всего это прокатит, потому что я довольно неплохо прокачан, у меня сильные кулаки. Но это сколько ходов BVC. Потом там десяток табов, потом еще ангелы бить. Поэтому степ фром тайм это всего лишь один ход. И не надо ни с кем драться. Не надо никак рисковать. И появился еще один панлорд. Но он не опасен. У него вроде никаких заклинаний нет. У него только рукопашная атака. Поэтому, ну, еще раз степ фром тайм использовать нельзя. Я могу на Серафа нарваться. Он где-то тут тоже, видите, неподалеку тут бегает. Поэтому, ну, видимо, этого панлорда все-таки придется убить. И справа Сераф, наверное. Надо быстрее бежать отсюда нафиг. Там была эта аура святая. У меня же есть стаканчик кваса. 8200 ходов. Еще раз смотрю на время. Понимаю, что у меня огромный запас. Пытаюсь понять, понадобится ли мне где-то в будущем заклинание копания. Или я могу прямо сейчас его поюзать. У меня есть, типа, способ сэкономить пяток ходов, если я здесь поюзаю копания. Что-то я там нарвался на Hellfire по дороге, ну, пофигу вообще. Ну, короче, уже понятно, что я сейчас успешно добегу. Больше никаких сложностей вроде бы не предвидится. Единственное, где я сейчас немножко пооптимизировать. Типа, на какие лестницы бежать. Ну, и в целом понятно, что спидран в 3 руна жутко не оптимизирован. Есть огромный простор для того, чтобы улучшить результат. Более того, то же самое можно сказать, на самом деле, про спидран в 15 рун. Он нифига не лучше оптимизирован. Точно так же огромное количество косяков есть и в прохождении в 15 рун. Вот. Поэтому, если кто-то думает, что это, типа, там... Ну, то есть, это, конечно, хороший результат, это все, но это далеко не конец. Ну, 8.330 на 400 ходов, там, или даже чуть побольше. Короче, победа. Вот так вот спидранится, да, Dungeon Crawl, Stone Soup. В 15 рун спидран принципиально ничем не отличается, кроме того, что тебе надо все руны собрать. Соответственно, тебе нужно больше набора заклинаний, чтобы на все случаи жизни у тебя были какие-то готовые ответы. Понятно, что он по времени больше занимает, поэтому записывать спидран в 15 рун, наверное, для меня совсем не вариант. Записывать спидран в 3 руна еще более-менее, потому что за 4 часа его можно спокойно сделать. Можно даже быстрее сделать. Я просто играю... Ой, как-то неторопливо. Ладно, это я тут пробелы понажимал. Короче, всем спасибо за просмотр, наверное, всем пока. Что дальше будет? Ни малейшего понятия. Может быть, в бэк-ролл поиграю, но это не точно. Ладно, всем пока. Это был Сайфер. Продолжение следует... Продолжение следует...